Здравствуйте, ребята! Спасибо, что пришли в гости к дедушке Саше. Сегодня я расскажу вам сказку, которая называется «Барин и собака». В одной деревне жил-был крестьянин, а также недалеко жил барин в своем имении. Крестьянину случилось раз пройти мимо имения, а у барина собака была злющая. Собака накинулась на крестьянина, а он ударил собаку посухом и убил ее. Барин подал в суд. Позвали этого крестьянина судиться с барином. И вот когда пришли на суд, судьи спрашивают барина, что ты хочешь от этого мужичка, какое наказание ему дать? А я вот что хочу сделать, лишить его человеческого звания и голоса, и пусть он станет собакой, охраняет мое имение и живет у меня при дворе. Ну, конечно, суд это и решил. Лишили мужичка человеческого звания и заставили жить у барина, охранять барское имущество. Мужичку пришлось прийти к барину и стать вместо собаки, лаять по ночам и охранять его имущество. И вот в одно прекрасное время сговорился он с ворами. Приходите, воры, в такую-то ночь, пограбите, а там разделим. И вот в одну ночь приехали воры. Когда барин утром встал, видит, что имущество у нее везли много. И он подает на собаку в суд, что она худо охраняла. Были воры и ограбили. Когда пришли на суд, то судьи стали спрашивать барина. Ну, барин, скажи, лаяла у тебя в ту ночь собака. Очень хорошо лаяла. Сильно лаяла. В ту ночь, когда была покража. Тогда судьи отвечают барину. Так что же тебе надо от собаки? Что же она могла еще сделать, раз она лишена человеческого голоса? И решили судьи, что собака права. И дали ему право человеческим голосом опять говорить. Тогда барин был недоволен судом и повез этого мужичка в город, на пересу. И поехали они с ним вместе. Заехали в лес. А уж темно было. Мужик и говорит барину, смотри-ка, барин, медведь стоит на дороге. Ну, мужичок, пугай. Да нет, я теперь лаять не стану. Я получил человече право. Лай, барин, сам. А то медведь-то может нас съесть. Мужичок, полай немножко. Хоть поучи меня. Мужичок полаял немного и говорит. Теперь лай сам. А то медведь нас съест. И вот барин начинает лаять. А мужик ему говорит. Лай, барин, лай. Медведь-то ближе подошел. А сам сидит и не смеется. И барин до того долаял, что расцвело. Мужичок и говорит. Стой, барин, стой, не лай. Это ведь не медведь. И это нам повиделось как ора. Тогда барин заговорил. А, так ты меня обманул. Теперь я тебя отдам под суд. Ну, ладно, барин, отдавай. А я всем скажу, что ты всю ночь по собачьи лаял. Послушай, мужичок, я тебя отпущу домой и дам тебе денег и корову. Иди, живи с Богом. Только никому не рассказывай, что я по собачьи лаял. И вот они вернулись домой. Барин дал мужичку корову да денег. И мужичок пошел домой. И стал он жить ни в чем нужды не знать с тех пор, как барин обдулил. Вот такая вот сказка.